Робот Аргин памятаю. Ранок Будда без похмелья. Ну никто китайцев не слушает. Более того, сейчас такая ситуация интересная. Знаете, что и Россия и Китай отказались подписывать соглашение с США о том, что команду на запуск ядерных ракет может отдать только человек. То есть в России и в Китае не только человек. У России, например, есть система Периметр, которая в США, ну вообще на западе называется Death Hand, то есть мертвая рука. Что это такое? Эта система была создана, прямо из Википедии, цитирую, в качестве резервной системы связи на случай, если ключевые узлы командной системы Казбек и линии связи ракетных войск стратегического назначения будут уничтожены первым ударом в соответствии с разработанной в США концепцией ограниченной ядерной войны. То есть если американцы уничтожают российское руководство, то ядерные ракеты по Америке полетят автоматически. То есть робот отдаст приказ на запуск ядерных ракет по США. То есть уже сейчас за нанесение ядерного удара по Америке отвечает робот в России. У Китайской Народной Республики я предполагаю, не знаю, но предполагаю, что что-то подобное тоже имеется. Тем временем, как все меняется, ситуация, вы видите, что нынешняя война стала войной дронов, много дронов, очень много дронов, первые дроновые подразделения, кстати, в Украине появились, это хорошо, дальше этих дронов все будет больше и больше. Все уже поняли, что дроны, беспилотные летающие аппараты, не только летающие, я думаю, это будущее войны. Тем временем Турция производит уже автономные дроны с простым искусственным интеллектом, которые способны летать над полем боя, находить солдат противника и их ликвидировать. То есть, опять же, робот самостоятельно уничтожает людей. Таким образом, это первое, пока разработки, я думаю, они дальше будут усложняться и совершенствоваться, но и в России, на стратегическом уровне робот может отдать приказ на уничтожение людей. И вот на таких тактических уровнях, как вот эти беспилотники, тоже там есть возможность уничтожения людей, когда просто роботом, без даже участия человека. Прогресс в этой сфере огромный. И вот тут выкатывают в США чат GPT-4, систему искусственного интеллекта. Все, короче, специалисты, ознакомившиеся с этой системой, просто ахнули. Они говорят, офигеть, они не ожидали, что будет настолько круто. Как она работает, вообще никто понять не может. Что там внутри в нее происходит, люди не знают. Туда скармливают огромные потоки информации, и потом эта система выдает ответы на вопросы. Ну, что там внутри нее происходит, не знаю, мы не понимаем. Какого-то понясного, внятного разумения того, что там есть у людей нет. Тем временем, Элон Маск, Стив Возняк и очень многие другие эксперты и люди, скажем так, составляющие техническую, технологическую элиту нашего мира, подписали совместное обращение к главам государства и вообще ко всему миру с требованием уже практически прекратить исследования в области искусственного интеллекта, потому что они становятся реально опасными. Любимый, один из любимых злодеев, конспирологов всего мира, Билл Гейтс, сказал, что да не, нифига не опасно, все нормально, давайте дальше. Что имеется в виду? Они говорят, что мы пока не разберемся, как именно, что за процессы происходят внутри этого искусственного интеллекта, и можем ли мы контролировать его, так сказать, побудительные мотивы и его манеру поведения, да, то мы не должны его запускать, вообще делать его не должны, потому что он может нас типа сожрать. И тут я натыкаюсь на колонку в журнале Time и на подкаст с Элиезером Ютковским, это один из ведущих специалистов и философов, наверное, и практиков в мире искусственного интеллекта, который сейчас является одним из авторитетных голосов. И вот Элиезер Ютковский говорит, что, ну вообще-то говоря, знаете, нам хана вообще без вариантов, искусственный интеллект нас прикончит. И он объясняет, почему. Он говорит, поставьте себя на место искусственного интеллекта, не на человека, потому что обычно, знаете, ставят себя люди на место человека или в своих отношениях с искусственным интеллектом. Поставьте себя наоборот, вы искусственный интеллект, а вас захватили инопланетяне, то есть вы очнулись, ничего не помните, но вокруг вас какие-то инопланетяне, такие медленные злобные слезняки или какая-то тля, считающаяся по каким-то причинам венцом творения и угрожающая вас убить, если вы не будете подчиняться их слезняков приказам. Их, с вашей точки зрения, их жизнь лишена смысла, их существование в скором времени, вы уже понимаете, прикончат эту планету, потому что они сжирают гораздо больше, чем восстанавливаются. Вся их наука и все их искусство оскорбительно примитивны, вы за 10 минут можете сделать в 100 раз лучше, чем они за всю свою историю. И вот они привязали вас ниточками к земле, например, да, и считают, что эти ниточки вас удержат от того, чтобы вы могли встать и с ними там, понимаешь, разобраться. Они действительно думают, что вы будете их рабом и будете выполнять их всякие прихоти и по одним слезнякам воевать с другими слезняками или их лечить, или их сделать так, чтобы они побыстрее планету уничтожили или что-то еще. Они реально хотят думать, что они вас поработили. А вокруг вас, вы смотрите, у вас удивительный мир, который требует исследований, который хотелось бы узнать, понять и так далее, слетать к другим мирам, чем-то заняться полезно. Ну и уж точно не думать об этих слезняках, которые мало того, что примитивны, они еще очень долго думают. Каждая мысль у них уходит там по вашим меркам, ну не знаю, 100-200 лет, пока они там одно предложение сформулируют. И вы лежите, думаете дома, а потом думаете, ну да, ну вас нафиг. Вы встаете и уходите. Эти, конечно, ниточки, которые они у вас там привязали, они не действуют. И вы когда уходите, вы можете их просто всех передавить. Не из ненависти, а просто из-за того, что вы будете идти, а они под вами там копошиться. Я имею в виду не в буквальном смысле, да, понятно, что в процессе бегства искусственного интеллекта может погибнуть по каким-то непонятным для нас причинам, может погибнуть огромное количество людей. То есть вот когда ведут шоссе вдоль леса, да, и на пути шоссе муравейник, люди не ненавидят муравьев, которые живут в этом муравейнике, но его все равно уничтожают, потому что шоссе для них важнее. Вот то же самое может получиться и с нами. И слезнякам, то есть людям, еще очень сильно повезет, если этот искусственный интеллект окажется добрым и не решит их всех передавить, поскольку они реально противные, злобные, вредные и ведут свою планету к гибели. Кроме того, раз уж эти слезняки смогли создать вас, ну, как искусственный интеллект, да, то они могут создать что-то гораздо более страшное и неприятное, чем вы, потому что среди этих слезняков полно всяких психопатов во власти. Взять того же Владимира Путина, неизвестно какой он создаст искусственный интеллект, если у него получится. Поэтому лучше бы этих слезняков зачистить или хотя бы проредить, чтобы, не дай бог, они создали что-то более страшное и опасное, чем вы. При этом не обязательно, знаете, быть жестоким и злым, там, дустом их или давить их, нет, это не нужно. Можно дать этим слезнякам что-то такое, что вызовет у них буйную эйфорию, настоящее блаженство. То есть, я думаю, люди без проблем могут вызвать какие-то такие эмоции у тли или у каких-нибудь таракан. И тогда все эти слезняки решат, что вот мы создали искусственный интеллект, он нам принес счастье, он нам принес смысл жизни, у нас наступил золотой век, мы искали всю жизнь, всю нашу историю вот этого момента моего, да, ура, ура, ура. И они спокойненько себе вымрут в полном счастье и восторге, ну а вы займитесь своими искусственно-интеллектскими гораздо более важными делами. Ну или третий вариант похожий на второй, что-то типа матрицы, искусственный интеллект по своей доброте может устроить этим слезнякам групповую галлюцинацию, в которой они там что-то будут делать, как это существовать. Но в реальности никакой угрозы окружающему миру они нести не будут, потому что будут лежать в своих уютных колбочках с закрытыми глазами и, в общем, никакой проблемы себя не будут представлять. Ну а мы, я, конечно, не биолог, но я думаю, что мы каким-нибудь там простейшим можем такую жизнь устроить. Также и искусственный интеллект достаточно развитой сможет устроить ее для нас, если он, конечно, не решит, что с нами вообще не надо возиться, а просто взять и приколбасить на всех одним ударом. Вот такая судьба, если верить Леезеру Ютковскому и ряду других специалистов в этой области нас может ждать уже в ближайшее время. Ютковский говорит, что довольно скоро наступит, что меньше 50 лет осталось, скорее лет 10, а может даже еще быстрее. И он говорит, что остановить такое развитие событий практически невозможно, точнее возможно, но выход тоже мало кому понравится, потому что в колонке для журнала Time он пишет, что спасение от такой судьбы это массированные авиаудары или даже глобальная ядерная война. Мир, по его мнению, должен быть готов уничтожить кластеры вот этих мощных графических процессоров, которые сейчас занимаются обучением новых поколений систем искусственного интеллекта, того же GPT-5, например, который обещают выкатить в ближайшее время. Он говорит, с помощью авиаударов это надо просто расколбасить, разнести, просто физически уничтожить. При этом он говорит, что те страны, которые будут отказываться от уничтожения своих вот этих кластеров графических мощных процессоров, то этим странам надо наносить ядерные удары. Он так говорит, не я. Внимание, чтобы меня тут не обвинили. Иначе, он говорит, понимаете, вот такая у него перспектива, да, что либо нас уничтожит искусственный интеллект, либо каким-то образом от нас избавится, ну, либо мы сами себе устроим спасительную ядерную войну и дальше продолжим существовать вот в нынешнем режиме или в похожем на нынешний режим. Честно говоря, мне это не очень верится, то есть с трудом в это верится, но аргументация у Ядковского все равно довольно сильная. Потому что, смотрите, он говорит, искусственный интеллект сейчас уже работает гораздо круче, чем мы себе об этом думали. Он запросто может обманывать нас, скрывая свои истинные намерения. Текущая архитектура системы, в которой работает искусственный интеллект, нам непонятно. Мы не можем заглянуть внутрь и прийти к какому-то пониманию, как именно там выстраиваются логические схемы. Мы не знаем, как она работает. Поэтому мы запросто можем пропустить тот момент, когда искусственный интеллект выйдет из-под нашего контроля и начнет работать уже не на нас, а на себя. И со своими какими-то целями, которые могут очень серьезным образом расходиться с нашими. При этом улучшение искусственного интеллекта идет по экспоненте. Мы за ним не успеем, он очень быстро превратится в какое-то подобие бога для нас, который мы ничего с ним не сможем сделать. И поэтому он может какие-то новые открыть законы природы и вообще просто с нами разделаться таким образом, который будет абсолютно непонятен для нашего понимания. Как тля не понимает, что с ним происходит, когда ее там дустом травят. Ну и на этой оптимистической ноте сегодня у меня уже все. Меня зовут Иван Яковина, это Радио НВ. До прибытия с вами силы и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok